давайте посмотрим нашу каву маркес да я же репетировал заклинание но не сработало раз два три 4 5 мы идем бухать привет дорогие друзья с вами сева сомелье на канале jigger drink продолжаем наши веселые обзоры на этот раз мне стало интересно может быть ли кава и при каких условиях недорогой как в нашем случае это у нас кава маркес доллара от лопес маранас и она стоит всего 500 рублей ребят и стало мне интересно при каких условиях можно покупать такую каву и будет ли она хорошей ну начнем с очень простых вещей самый распространенный регион и самый известный где производят каву это конечно же в каталонии регион пенедес но кава не является скажем так доминосион дарихиным который принадлежит исключительно каталонии его каву можно делать нескольких регионах в том числе и в регионе эстромадуро где находится это местечко алендролехо значит чем интересны эстромадуро жаркое место там даже есть такое место называется огненная земля и там тоже можно делать каву и вот компания лопес маранас который имеет свои такие скажем семейные достаточно корни но при этом сейчас это очень крупная корпорация одна из самых крупных в испании производит недорогую каву своем родном месте откуда на в принципе пошла из местечко из региона бадехас там была основана компания в 1943 году и вот оттуда как бы корни компании лопес-маранас но сегодняшний день говорит достаточно крупная компания она делает вина в разных регионах по-моему около в 7 регионах разных но про свой родной крайне не забывают и вот там они делают замечательную ли сейчас там и там они делают свою каву судя по юридическому адресу могу сказать что именно этот бренд маркиз дэларес скорее всего делается на их винодельчестве на их винодельни которая называется бадегас бановаль но мы сегодня пробуем не бадегас бановаль а маркиз дэларес и так эстромадуро два сорта винограда парилада макабео цвет достаточно насыщенный такой очень светло соломенный но достаточно глубокий сразу видно южный такой характер происхождения этого цвета хотя сорта очень традиционный для кавы перляж очень хороший вот этот вот такой крепкий пучок ниточек жимчуга который составляет эти мелкие пузырьки это очень хорошо характеризует нашу каву и вообще за этим приятно просто наблюдать такая легкая медитация наблюдать как пузырьки бегут вверх нос очень интересный он не похож на кого из понедаса или из риохи в нем нет такой вот приятной зеленой свежести в нем какая-то больше фруктовой что ли даже трудно выделить какие-то спелые желтые яблоки чуть-чуть может быть косточковый характер персика что-то отдаленно миндальная но не такой ярко выразительно не кондитерская вот прям что такое кремово миндальная есть небольшие нюансы тостовых оттенков что в принципе тоже характерно для вин который делается путем вторичного брожения в бутылке и выдержки на осадке к сожалению не смог найти никакой информации там сколько месяцев удерживалась вино насадки на думаю что мы какой-то традиционный минимальный срок около 12 месяцев вино судя по ароматике проходила ферментацию и выдержку на осадке но я точно знаю что предварительно вино которое делается который используется для куве для будущего игристого вина не используется дуб только нержавеющая сталь ферментация и выдержка к вас пахнет хорошо ярко но не сложно давайте попробуем узнаем что нас ждет в рту еще больше насыщается вот этот аромат косточковых желтых фруктов миндальности нет но ребят но вот яблоки вот косточка яблоки косточка груши настойчивее становится жареный тост такой вот прям поджаренный поджаренный и вот прям что-то хочется такого же вот какой-то знаете как топленое масло что ли какое-то во рту такой слегка жженая но очень приятный кондитерский насыщенный значительное отличие от кавы того же знаменитого региона пенальдис в том что здесь нет этой свежести есть яркость насыщенность на кислотность заметно ниже давайте проверим еще кое-что но достаточно все хорошо розлив достаточно молодой вино сделал розлито точнее в данном случае когда мы говорим про винов который сделан путем вторичного брожения в бутылке дата розлива наверное не совсем правильно очень важно когда мы говорим о брюд натюр что здесь нет дозажного ликера то есть вино после ремюажа не добавляли сироп на основу вина для того чтобы создать нужный уровень сахаристости в вине что немаловажно для сейчас это очень модный стиль non-sugar вот в данном случае брюд натюр это ими именно и подразумевает как ни странно я думаю что содержание алкоголя будет достаточно ощутимо и она будет высоко на здесь его всего 11 с половиной это чувствуется и в аромате вина достаточно мягкая кавы за 500 рублей плюсы и минусы и до чего можно докопаться а к чему можно и не придираться сложно придраться к вину который стоит 500 рублей сделаны путем вторичной ферментации в бутылке то есть традиционным способом это раз ароматика есть и ароматика не не пустоватая но не сложная опять же когда ты думаешь 500 рублей но в принципе неплохо для 50 рублей очень неплохо единственный нюанс который смущает это отсутствие нужной такой вот привычной свежести в каве не хватает немножко цветочности если она здесь есть то она такая достаточно агрессивная цветочность знаете вот как так же агрессивно пахнет например какие-нибудь лилии или акации ну такой достаточно агрессивный или как цветет черемуха очень таким агрессивным запахом они про то что вино пахнет этими ароматами а вот степень агрессивности Но вот фруктовость очень насыщенная. С другой стороны, когда вы берете такое фруктовое и гристое вино с тостовым оттенком, с косточками и нюансами желтых фруктов, то, наверное, пожалуй, такое вино очень неплохо было бы более гастрономичным. К молодым сырам, к рыбным закускам, к тому же жареному миндалю в прикуске вы можете это вино взять. Более свежие варианты кавы, на мой взгляд, более интересные. Ну и стоят они вдвое, а то и втрое дороже. Надо бы поставить оценку и сделать резюме, можно ли покупать каву за 500 рублей и при каких условиях. Первое условие, если вы хотите купить каву за 500 рублей, но, наверное, это будет кава не из Пенедеса, из какого-нибудь другого региона. Это может быть Риоха, это может быть Аликанте, это может быть Эстромадура. В этих регионах вино этого типа стоит гораздо дешевле, чем из Пенедеса. Второй момент. Обращайте внимание на дату розлива, точнее дату дегаржажа, чтобы у вас эта дата была не позднее одного года. То есть это вино должно быть выпито молодым, оно не предназначено для хранения. Вот соблюдая эти условия, вы сможете найти хорошую каву за 500 рублей. Если вы вдруг увидите каву из Пенедеса, тем более очень хорошего производителя, по какой-то ну совсем нереальной цене, посмотрите дату дегаржажа. Если будет она 3-4 года, тогда понятно, почему такая цена от товара, пытаются просто избавиться. Поэтому да, можно экспериментировать, пить можно, но дальше выбор за вами. Нехватка свежести компенсируется более тяжелым фруктовым косточковым вкусом, который более гастрономичный, более гибкий, но при этом не имеет сложного, но при этом не плоский аромат. Хороший перляж, хорошие тостовые нюансы, но в целом придраться не к чему, по вкусу и аромату. Да, послевкусие чуть-чуть короткое, но, ребят, когда я все эти критику сам себе наговариваю, потом думаю, блин, 500 рублей, не всякое российское вино стоит 500 рублей, а здесь вполне себе состоявшееся вино. Ну, то есть к нему можно придираться, здесь у нас стоило вдвое дороже. Поэтому, если говорить о каве Брюд Натюр, тем более такая модная штука, как Брюд Натюр, без Дазажа, Маркиз Делларес, 500 рублей, кава из Астромадуры. Слушайте, по-моему, прекрасно. Я не буду ставить сильно высокую оценку, я просто скажу, что да, ребят, покупайте это, это не страшно, но обращайте внимание на даты. Наполним нашу бутылочку, мы, наверное, на 90%, ребята. Ну, уж сильно хорошая цена, и уж сильно я люблю каву. Будьте здоровы, с вами был Сева Сомелья.